Елизавета Николаевна Глобина блокаду Ленинграда встретила 10-летней девочкой. И все тяготы, которые выпали на долю жителей осажденного города, она помнит очень хорошо. И 125 граммов хлеба для нее были совершенно буквальными. И остающиеся неубранными возле подъезда умершие люди. И проходившие по дворам похоронные команды. Все это врезалось навсегда в память. У нее, прямо как в записях Тани Савичевой, воспроизведенных в камне на Пискаревском кладбище, у такой же девочки-ленинградки, у маленькой Лизы, прямо на глазах умирали близкие люди. Ну, у меня там папа первый умер, потом умерла бабушка, тетя. Вот так остались мы с братом. Мама умерла, и остались мы с братом. И сестра двоюродная с нами была, она жила в Стрельне, а немец Стрельну занял, она уже туда проехать не могла, работала на заводе в Ленинграде. Елизавету Николаевну с 75-летием полного снятия блокады Ленинграда пришли поздравить руководителей муниципалитета. Небольшой вам подарок, чтобы тепло вам было, не как в те блокадные дни зимние. И адрес вы прочитаете, слова, которые мы вам написали. Спасибо вам большое, спасибо. Мы помним об этих тяжелых днях и надеемся, что такое никогда не повторилось в нашей стране. Дай Бог, дай Бог. После войны большая часть уже взрослой жизни для Елизаветы Николаевны – это переезды с мужем военным по гарнизонам. Потом, наконец, более спокойное время на Чкаловской, где она могла уже работать швеей в мастерской при военной части, комплектовщицей на заводе. Ее ветерана труда, начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева, порадовала и материальной помощью выплату учредили специально для блокадников губернаторы Санкт-Петербурга и Московской области. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».